С нами Лариса Гарамова, консультант по налогам с человеческим лицом. И, кстати, сама налоговая инспекция у нас тоже с человеческим лицом. Я недавно там был, я очень порадовался. Прекрасные девушки мило меня обслужили. И я, в принципе, радость испытал по сравнению с тем, что было пять лет назад. Прогресс колоссальный в налоговой инспекции. Сегодня даже ЦП настроил с макбука. Представляете, у меня чуть слезы не полились от радости. Ну, то есть, там, несколько лет назад это было просто немыслимо. Лариса, расскажите, пожалуйста, кратко про то, на чем специализируется ваша чудесная команда. Моя чудесная команда, это мы теперь уже позиционируемся как консалтинговое агентство. Раньше мы рассказывали про себя, что мы бухгалтерское агентство. Сейчас, после того, когда мы создали и придумали, провели в рамках крупнейшей международной выставки туристической свою конференцию, которая называется налоги инвестиций и управления, мы уже позиционируемся как консалтинговая компания. Который может проконсультироваться не только по бухгалтерии, налогам, но в том числе и по сложным вопросам, связанным с проверками, с банкротством и, в общем, со всеми вот этими историями. То есть, мне удалось использовать мою конференцию как инфоповод и, в общем-то, познакомиться с очень значимыми, очень интересными экспертами и выйти на очень серьезные круги, высоты. И, в общем-то, это очень серьезный прорыв в развитии моей компании. Молодцы. А расскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы можете за полдня-день обнаружить несколько десятков миллионов рублей, которые тратятся зря на налоги, либо авансируются там зря. Можете, пожалуйста, в общем и целом описать... Поподробнее. Структуру подхода, да. Откуда эти чудеса берутся? Ну, такие чудеса пока делаю только я. В мире. Тварю в мире. Ну, возможно, да. То есть, мы не аутизерская компания. То есть, я не выдаю, как я говорю, формальных письменных отчетов и заключений. Я всегда на стороне бизнеса. Я всегда на стороне собственника, в первую очередь. И, соответственно, мы не используем формальный подход в проверке. У меня очень многие спрашивают, что можно найти за шесть часов. Это вообще невозможно, нереально. Ну, просто я знаю, где искать, что искать, какие показатели сравнивать. И, в общем-то, помогают. То есть, это действительно, это правда. В январе этого года я нашла... Это была проектная компания. Нашли... Они, ребята, платили 28% от оборота компании налогов. То есть, когда... Да ладно? Да. Да. И когда они спросили... Ну, вот так, вы понимаете? Вот основная наша боль и проблема наших бухгалтеров, то, что они не проактивные. То есть, вот что им сказали, то они делают. То есть, есть документы, есть проводка. Нет документа, нет проводки. Это прямо боль, потому что очень закостенела, очень старая услуга. Вот. Я пропагандирую другое. То есть, мы всегда... В нашей компании так принято... Такая у нас воронка. То есть, всегда сначала мы делаем экспресс-аудит для того, чтобы понять, в каком состоянии находится компания. А потом уже, соответственно, в течение одного дня. То есть, этого достаточно для того, чтобы оценить трезвым взглядом, посмотреть на структуру учета финансов и вообще на то, как все устроено. Да. И предложить уже свежие, элегантные решения, в том числе в области налогов. Так вот, в этой компании в январе я нашла 10 миллионов. 10 миллионов и 113 тысяч. Я вот недавно считала это все. Ну, а сколько, на ваш взгляд, разумно платить от оборота, если у вас НДС-ная компания, например? Ну, вы знаете, на самом деле все зависит от отрасли. Естественно, эти показатели уже все открыты. Это не является какой-то налоговой тайной. Вот. Но и по регионам, естественно, эта история тоже вся очень сильно скачет. Да. Ну, где-то у нас в Москве, ну, наверное, 5%. Но, опять же, 5% это не тот оборот, который проходит прямо с НДС. Нет. Там есть специальные формулы, по которым это считается. То есть это 5% по нашим формулам, не чисто с оборота с НДС. Вот. И весь, все искусство заключается в том, что, во-первых, решения для каждой из компаний, они уникальны. То есть нет двух. Вот за все мои 18 лет я не видела ни одной, двух одинаковых друг на друга компаний. То есть, например, у меня бы, например, в начале моей карьеры, это был 2003 год, 2002 год, я сопровождала компанию, которая была туристическая. Это был холдинг туристический. И они игрались на рынке ценных бумаг. Поэтому мы там закрывали. Мы целую историю делали, разрабатывали систему, структуру, как отражать им сделки репо. Вот. Поэтому очень интересно все. Ну, компании, они как люди, все очень уникальные. Поэтому есть решение, есть решение, есть решение. По НДСу мы сейчас особо ничего такого не предлагаем, хотя варианты тоже есть, остаются. То есть, в основном, наша вся элегантность заключается в ноги на прибыль. А его кто-то платит вообще? У нас разве прибыль кто-то декларировать? Я вот смотрю, допустим, голубые фишки, там из них половина, они ноль показывают. В Америке тоже ноль, у них даже минус зачастую. Ну, зачем платить прибыль? Ну, вы знаете, на самом деле, как бы, есть компании, которые, например, обращаются. У меня просто есть, как бы, связи, в том числе в банке. В банках, которые выдают финансирование, ну, как бы, то есть, они выдают финансирование стартапам и бизнесу, которые обращаются. Да, и они говорят о том, что они обращают внимание. Как часто у вас там меняется аудитор, да, например, что аудитор должен меняться. Это плохой показатель, если у вас один и тот же аудитор из года в год. Я здесь в Фейсбуке выкидывал тоже пост. В области людей, которые занимаются вашими финансами, в том числе корпоративными, обязательно должна быть происходить ротация как аудиторов, так и, соответственно, аудиторских компаний, так и, главное, бухгалтеров, которые у вас ведут. Потому что постоянно что-то, ну, должна быть, как, знаете, свежая кровь, да, потому что новые знания, люди, чтобы, ну, не застаивались. Например, опять же, ко мне обращалась очень крупная компания торговая. Они торговали швейцарскими часами, у них бутики в самых крупных бизнес-центрах у нас здесь, в Москве, были и есть. Они ко мне обратились, говорят, давай с тобой поиграем в деловую игру. Я говорю, давай. Значит, а что вот будет, если мы на наш оборот, значит, заведем там какое-то определенное количество еще товарных остатков? Ну, как это, неофициальный оборот. Сколько мы будем с этого платить налогов? Вот я им посчитала, то есть при этом мне была предоставлена табличка, там, было три строчки и шесть столбцов. Все, больше не сказали, никакой мне информации не дадут. И, соответственно, вот мы из этой таблички сделали, развернули целое исследование на тему, там, с НДС, без НДС. И, соответственно, в какие налоги это все выльется. Вот. Ну, вот, соответственно, они принимали решение. А вот если все-таки играться, ну, например, взять за то, что вы сказали, налог на прибыль проще всего управляется. Ну, я же так понял, его можно, ему можно управлять за счет управления бухгалтерской прибылью, но как тогда, вот у нас инвестиционная платформа, например, у нас личные инвесторы тоже стонут, что вот, тяжело, малый бизнес оценить, отчетность кривая косая. Допустим, компания, она сознательно замуляет свою прибыль, ну, там, в целях налоговой оптимизации, их там можно понять, но как тогда инвестору разобраться, что этот бизнес не убыточный, а реально хороший? Слушай, ребята, ну что, это боль, я вам сочувствую, что могу сказать. Если ребята, это операционный бизнес, тащат вас в эту операционку, в этот бизнес и показывают вам гривую отчетность, ясно, что с ними не надо дружить и не надо в них вкладываться, потому что если они уже на первом выходе этапе вас обманывают, то как бы ясно, что будет дальше. Вариант номер два – просто идти туда, залезать в эту операционку, да, и, соответственно, разбираться, что по факту у них там происходит. Следующий риск, который я здесь тоже вижу, что это вообще, опять же, вот это та проблема, с которой я столкнулась, когда у меня в 2000, я помню, в 2012 году у моего партнера закончились деньги, он мне не мог платить за бухгалтерское сопровождение, он меня пригласил в учредители. При этом, да, вот это такая была модная фишка, со мной расплатилась доля в усталом капитале. При этом, да-да-да, это прямо, я говорю, можно писать уже экшен. А вот там капитал в 10 тысяч? Ну как, ну это было престижно, представляете, бухгалтер-бухгалтер, потом бац, там собственник туристической компании, круто же, круто. Вот, это на самом деле вылилось в большую боль и проблему, потому что у него помимо вот этой совместной со мной компании еще было три или четыре других компаний, по которым проходили основные обороты, в том числе зарубежные. Вот, и поэтому, да, с этим проблема большая, поэтому действительно, если вы входите в операционку, инвестируете в бизнес, надо действительно понимать, а с кем вы имеете дело, кто этот человек с другой стороны. Ну, у нас-то особо тяжело понять, да. Не, ну вот, допустим, еще вариант тоже... Кто это с ним вообще имеет бизнес? Ну, у нас просто выдача займов идет, слава богу, мы пока доли не продаем, и то хорошо. А все-таки, ну, например, если, как, например, все-таки понять, есть у клиента хороший консультант вроде вас. Вы ему наконсультировали, у него там, допустим, отчетность красивая, но при этом заточенная на то, чтобы элегантно платить разумное количество налогов. Вот как это влияет на финансовые показатели, которые в отчетности показывают? Какие там искажения можно найти? Ну, просто нам, как инвесторам, тоже очень интересно это знать. Вдруг мы какие-то хорошие клиенты... На какие показатели смотреть? Ну, да, да. Если человек там заоптимизировал свою контору, то есть вроде бы прибыли там ноль, но ясно, что он не может там ноль. Ой, здесь столько всего можно интересного поделать. Ну, во-первых, вы берете баланс, вы берете все формы отчетности, вы берете пояснительную записку, вы берете главного бухгалтера, и вы идете для начала делать инвентаризацию, например. Если ребята показывают, что у них там есть что-то интересное в активах, там, например, у них заводы, пароходы, машины, айфоны, телефоны, вы, соответственно, берете и хотя бы идете, проверяете, а что у них есть на балансе реально активы. Смотрим, совпадает ли на отчетную дату остаток по расчетному счету с тем, что заявлено, соответственно, в этой отчетности. Дальше мы смотрим дебиторов-кредиторов, соотношение их по отношению к выручке. Дальше мы смотрим, вы убыточная компания, стабильно убыточная, точнее, периодически убыточная, либо вы все-таки, если у вас план какой-то по выходу из убыточного периода, вы, например, Георгий, будете инвестировать в убыточную компанию, если у них по балансу убытки? Ну, если у нее по отчетности для налоговой там условно ноль или небольшой минус, но при этом видно, что у фаундера все прекрасно, и видно, что у них растет оборот, и от года к году все развивается, то, наверное, они просто как-то технично ведут эту всю бухгалтерию, и куда-то надо смотреть не на строчку прибыли, а куда-то еще. Ну, вот, да, опять же, мы потом идем в пассивы, смотрим, какие у них отношения, соответственно, с их сотрудниками, насколько у них серьезная текучка, да, смотрим на штатное расписание, затем смотрим на действительно, сколько у них там долгосрочной и краткосрочной задолженности, какие кредиты у кого, да, какие процентные ставки, и поэтому здесь, на самом деле, ну, прям творчество-творчество, прям исследование-исследование, поэтому, ну, на самом деле, если реально у вас есть желание инвестировать в компанию, на самом деле там есть что посмотреть, но главное, чтобы была, опять же, как я говорю, я всегда за проактивную позицию, пожалуйста, не за техничное тупое отражение. Вот эти ребята, например, когда ко мне приезжали, они мне показывали в январе, 25-го числа им нужно было сдавать НДС, 25 миллионов, они мне показали, как им бухгалтер написал, что к уплате 25 миллионов 24-го числа, то есть накануне, и там была такая, знаете, обезьянка вот с таким вот так вот закрытоглазом, боже мой, я насчитала вам 25 миллионов, где-то найдите эти деньги и заплатите. Вот меня, честно, всегда расстраивает такая квалификация бухгалтеров, потому что я считаю, что вы, как инвесторы, и любой собственник, и руководители должны держать руку на пульсе и знать, в каком состоянии, как и с какой налоговой нагрузкой вы работаете каждый месяц по НДС и по прибыли, да, ну, страховых взносов мы здесь не берем, да, но, по крайней мере, вы должны знать не ежеквартально, не подотчетность, а именно ежемесячно. Тогда у вас будет, да, да. Но, понимаете, здесь мы уже уходим в другую историю, здесь мы идем в финансовое планирование, в налоговую, в налоговую законную оптимизацию реальную, да, то есть здесь надо смотреть уже, опять же говорю, чем, например, мой аудит отличает от классических, я смотрю на структуру бизнеса, на те риски, которые несет именно вся ваша холдинг-структура. Потому что если раньше, например, очень модным было, да, например, как вам сегодня вот какой-то молодой человек у вас под постом, под нашим писал, что раньше он заморачивался, и действительно у него была НДСная компания, была компания на упрощенке, и было ЕНВД, и Пэй, в общем, это стандартный набор, ты приходишь в реально работающий бизнес, и оказывается, что там 5-10, вот последнее, что я смотрела, это было 18, холдинг из 18 юридических лиц, понимаете, и при этом они уже не знают, то есть у них там менялись финансовые директора, они уже вообще сами не понимают, какой целью создавалось такое количество юридических лиц, и вообще какие обороты там проходили, потому что, я говорю, все-таки самое главное, здесь можно иметь такое количество юридических лиц, здесь просто вопрос цели создания этого всего, понимаете, вопрос деловой цели, вот эта вся налоговая оптимизация, я как бы не вывешиваю ее на флаг, я говорю о том, что, ребята, я приду вместе со своей командой ваш бизнес, и я наведу там порядок, я вам помогу, вот мой основной посыл, что я помогаю бизнесу, а налоговая оптимизация и все эти преференции, это просто как это побочный эффект от грамотной организации бизнес-процессов. Вот все-таки у вас еще фигурировала тема про то, что можно дополнительно высвобождать оборотный капитал за счет того, чтобы платить налоги чуть позже, чем обычно их платят. И у меня тоже тут пара вопросов, понятно, что все суперсекреты вы рассказывать не можете, но тем не менее, хотя бы в общих чертах, какие это чудесные случаи, когда люди слишком рано платят налоги, и опять же, как можно это все отсрочить по времени? Ну вот смотрите, опять же, в начале июня у нас вышло, в связи с этой совсем коронавирусной историей, вышло постановление, которое нам разрешает уплачивать, в общем, платить авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли, а не ежеквартально, авансируя нашу налоговую инспекцию. Когда я стала всем своим партнером и друзьям звонить, и говорит, ребята, вы представляете, мы можем не ждать целый год, а уже быстро сейчас сделать. Мне очень многие, ну где-то, наверное, процентов 50 сказали, что у нас вообще все этими вопросами занимается бухгалтер, пожалуйста, пожалуйста, это даже вот не хочу этим заниматься, понимаете, поэтому, ну вот, бухгалтер может этого просто не знать, это может просто пропустить и так далее, поэтому, я говорю, очень нужны, очень важны вот именно внештатные консультанты, которые, соответственно, в курсе последних всех изменений. Ну, платить авансы платежи, исходя из фактически полученной прибыли, это реально увеличение работы бухгалтера, но это реальное снижение налоговой нагрузки для компаний. Прикольно. Ну, то есть это касается налога на прибыль, по сути? Это касается налога на прибыль, да. Я не говорю уже там о более каких-то, это вот просто то, что можно сказать, это то, что в налоговом кодексе написано, это то, что, ну, с некоторыми оговорками могут применять очень многие компании. Поэтому, я говорю, опять же, знаете, это нет универсальных решений, я могу показать только направление, а дальше, соответственно, вы можете поисследовать, обратиться ко мне за консультацией, либо, соответственно, поисследовать эту тему, либо, не знаю, дать задание своему бухгалтеру. Понятно. Круто. А есть ли какие-то, вот мы, например, в Карме, как айтишная компания, в Минкомсвязи долго возились, но получили апрус на то, что у нас там социальные налоги будут со следующего года, там не 42% в сумме, а там в два раза меньше. Вот интересно, есть ли какие-то еще для не айтишных компаний суперспецрежимы, например, какие-нибудь сейчас новые или, ну, вообще какие-то, про которые никто почему-то их забывает. Слушайте, вообще новый, вообще новый тренд, новая, новая, как это, фича, да, сейчас. Все компании решили стать айти-компанией, все абсолютно, даже если они занимались только торговлей, они ко мне звонят, как нам стать айти-компанией, я хочу поучаствовать в налоговом маневре. Поэтому, ну, что, что можно сказать, надо думать, надо подумать. У меня просто есть специалисты, мы прямо сейчас активно думаем на эту тему, да, но я думаю, что не все, конечно же, зайдут под эти льготы, потому что там есть очень много дополнительных ограничений, например, там по выручке, плюс вы должны быть в специальном реестре. Поэтому, ну, начать, например, я, например, тоже стала думать о том, чтобы начать внутри своей компании какие-то айти-разработки, почему бы нет. Я считаю, что каждая уважающая себя компания уже в сегодняшних реалиях должна давно стать айти-компанией. Ну, а у нас реально так и есть. У нас основная работа и комиссия, мы ее зарабатываем за предоставление пользования сервисом айтишным. Поэтому у нас в компании есть, ну, холдинги отдельно, лизинг мы ее назвали, карма-лизинг, где мы займы выдаем сами там со своего баланса. И отдельно есть айтишная компания, карма-технология, ну, которая объективно айтишная, но у нее как раз это специальный налоговый режим. А еще такой вопрос, очень часто, сейчас модно тоже стала тема, всевозможные особые экономические зоны, там, Калининград, Технополис, АЗЛК в Москве, Сколково. Вот мы честно пробовали в Сколково подаваться, вот это как-то как и ПСС, ну, правда, Сколково очень красивый район, там очень много красивых умных людей трудится, но невозможно просто, я уже просто забросил эту тему. Вот есть ли у вас какие-то кейсы, когда реально бизнесу помогало вот зоныривание в эти специализированные секторы, там, безналоговые, гравы не российские и так далее? Ну, они есть, да, если вы туда ныряете, вам реально, как бы вы попадаете под протекцию и, соответственно, пользуетесь этими. У меня есть несколько компаний, ну, как бы мы там не ведем учет, они просто говорят о том, что они резиденты, и да, мы в курсе этого всего. Но, например, мы тоже решили, решали, ну, консультировали компанию, они хотели перевести свой завод в Калининград, воспользоваться дополнительными льготами, но здесь, вы понимаете, возникает другой вопрос в управленке, как бы как вы будете, если вы здесь, ваш завод там, вы платите меньше налогов, это все бы замечательно, но как бы как вы будете контролировать именно операционные людей на местах, режим работы, это же фактически производственная история вся. Поэтому здесь просто возникает много других историй, поэтому в погоне за налоговой оптимизацией и как сэкономить меньше налогов нужно все-таки больше действительно преследовать цель, разумной деловой цели, и действительно, ну, чтобы это не было самоцелью, а было реально очень красивым побочным эффектом. Потому что выстраивание правильных бизнес-процессов, мне кажется, это более устойчивых тем более, особенно в сегодняшних реалиях, это все-таки больше задача номер один. Окей, ну, еще парочку таких вопросов. Один, может, не в кассу будет, но все-таки про физику. Вот еще, что с ними связано, я просто всю жизнь трудился в высокоинтеллектуальных компаниях либо фаундером, либо директором и так далее, и вот у нас основная статья расхода это фонд оплаты труда. То есть все вот эти даже НДС и прочие там налоги, для нас это просто смехотворно по сравнению с социальными гигантскими налогами. И мне вообще как-то странно все это выглядит. Получается, что в России не очень-то выгодно делать компанию, в которой умники с большими зарплатами трудятся. Ну, потому что это сжирает какое-то дикое количество денег. Ну, вот если бы не эта фишка про IT, которую мои там компании с 2013, по-моему, даже с 2012 года используют, ну, я бы вообще не знаю, что мы делали. Но есть же помимо IT-компаний, там, не знаю, медицинские, еще какие-то, где фонд оплаты труда, там, дикторов, какие-нибудь исследовательские. Вот как вообще быть-то с этим всем? Слушайте, ну, по поводу оплаты труда работников, во-первых, есть такое элегантное, опять же, решение. Мы сегодня про элегантные законные способы. Ну, да, девушка сегодня выступает, поэтому угод. Да, да, да. Вот, и поэтому здесь же есть регресс. То есть, когда вы достигаете определенного уровня, ну, накопительная вся эта история с начала года, соответственно, ставка по страховым взносам, она будет меньше. Тем более, что она сейчас снижена. Вот, поэтому здесь на самом деле платить официальные зарплаты, я бы даже сказала, я бы даже сделала такое заявление, что выгодно. Да. Да, потому что, я говорю, чем больше у вас зарплата, тем, соответственно, меньше вы по итогу годов, ваше предприятие, за вас заплатит налогов. Поэтому, опять же, например, вот эта часовая компания, они тоже попросили, они говорят, к нам приходят ценные кадры, мы не можем их удержать, потому что у нас неофициальная зарплата. Ну, мы делали несколько расчетов по поводу регресса, ну, то есть, по поводу официальной зарплаты, сколько они тогда заплатят налогов, и, соответственно, ну, я им рассказала про регресс, что есть такая тема. Ну, а регресс, это имеется в виду уменьшение ставки социальных налогов с ростом зарплаты. Да, 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 да. То есть, когда у вас она там достигает определенного уровня, соответственно, вы начинаете платить, за вас компания будет платить меньше налогов. Классно. Да. Окей. Ну, и финальное еще тоже, у нас просто очень много физиков, у нас 8 тысяч зарегистрированных инвесторов в карме, и у них тоже вечно боль, там, как куда-нибудь УСН за честь, за что-нибудь. Ну, вот из того, что прям совсем популярные, УСН зачитывают за обучение, но лично я, когда в аспирантуре учился, я вот тоже этим занимался. А какие еще, может, есть фишки, там, как у УСН можно грамотно распорядиться, его вернуть или как-то утилизировать еще полезно? Мы просто не договорили по поводу предыдущего вопроса. Значит, вопрос номер один, когда вы наемный работник, вопрос номер два, когда вы самозаняты, но опять же, если вы самозаняты, вы работаете, ну, сами на себя, то есть может быть такой статус у физика. Какой еще может быть статус у физика, например? ИП. Вы можете быть ИП, ИП, мои любимые ИП, да, но здесь помните о том, что, не знаю, вот у меня есть ИП, и я просто в рамках своей же деятельности бурной, да, то есть я приняла решение, что, например, все услуги, которые я лично оказываю, это экспресс-аудит и там и семинары, и вебинары, выступления на конференциях, соответственно, это все идет только через мое ИП. Ну, то есть я с этого всегда платила и плачу, и продолжаю платить там 6% минус там, соответственно, фиксированные платежи. То есть что платит ИП? Это 6%, если вы на доходах, это, соответственно, фиксированные платежи в пенсионный фонд один раз в год, да, которые то повышают, у нас то снижаются, вот, и, соответственно, один процент от оборота с вашего дохода, который превышает 300 тысяч рублей. Вот это то, что платит ИП. А у меня прям реально финальный вопрос. Сейчас все больше, я слышу в эфире всевозможных тем, связанных с кооперативами. Я, кстати, волею судеб сам председатель одного кооператива, но сам еще не затестил все блага налоговых льгот для этих видов некоммерческой организации. Но, кстати, например, вот консалтинговая компания, у меня одна есть знакомая, они себе «Союз», например, зарегистрировали и принимают туда пожертвования. Ну, у них там нетворкинг-операции происходит, просто люди знакомятся друг с другом, ну, какие-то там тусовки у них бизнесовые. Ну, в принципе, вполне себе «Союз», почему бы и нет. Я продолжу тему по поводу элегантности. Это модное на самом. Модное. Модно иметь некоммерческую организацию. Если ты предприниматель, ты обязан, ты должен, это вообще твой долг, вести общественно полезную деятельность. Обязательно нужно иметь какое-то, ну, во-первых, обязательно нужно помогать, да, мы об этом все прекрасно знаем, вот, но высший класс, конечно, имеет свою какую-то некоммерческую организацию, она может быть образовательной, например, да, либо она может быть какой-то действительно корпоратив, фонд, союз, не вопрос. Я, например, тоже создаю сообщество экспертов. Естественно, это тоже будет некоммерческая организация, обязательно у нас должны быть какие-то цели. Опять же, понимаете, мы сейчас говорим не про и при налоговой оптимизации, мы сейчас, вот видите, мы правильно выстраиваем всю структуру, мы говорим о том, что, ребята, мы несем определенную миссию, мы выполняем, у нас есть миссия, мы объединяемся для того-то, для того-то. Это есть название, деловая цель, вот и все. А дальше, соответственно, мы под это, подо все и собираем. Мы говорим, что вот у нас там все прописывается, цель деятельности в уставе, и, соответственно, дальше уже прописывается весь документ наоборот, и, соответственно, за что вы принимаете деньги, когда, в каких размерах и так далее. Опять же, на самой своей заре деятельности, я работала в хоккейном клубе, в профессиональном хоккейном клубе, у нас там был тоже, была некоммерческая, у нас было несколько некоммерческих организаций, и был вопрос, действительно, может ли некоммерческая организация, заниматься коммерческой деятельностью. Я знаю, может, просто кооперативы спокойно продают свои товары, там, НДС, юрлицы. Ну да, здесь возникает просто вопрос с раздельным учетом, опять же, с правильной позицией, с правильным позиционированием. Ну, как бы, я говорю, опять же, нужно, ну, надо и делать два шага назад, и прежде чем ты, а вот, понимаете, основная наша проблема и боль всех наших предпринимателей, да, то, что мы слишком быстро думаем, то есть мы подумали, мы побежали, уже все сделали, а потом уже, соответственно, следом медленно идут вся наша армия консультантов и, соответственно, разгребают то, что мы здесь натворили. Поэтому надо, конечно, сделать, ты подумал, сделал два шага назад, соответственно, ну, оценивал все риски, просчитал все модели, ну, хотя бы не все, но хотя бы основные 2-3, и, соответственно, потом уже в бой создаешь холдинги некоммерческой организации, союзы. Ко мне, кстати, обращалась тоже, приходил запрос по поводу потребкой операции, вот, ну, как бы я сейчас пока паузу тоже взяла по поводу этого закона, вот. Там целое отдельное, не поверьте, я только начал, да? Да, 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 поделюсь потом интернетом. Начал я с того, что сделал кооператив 3 года назад. Вот сейчас начал туда первые деньги принимать, и как раз вот, как только я начну делать нестандартные, неоошные проводки по банкам и в налоговых отчетностях, сразу доложил обстановку, как к этому относится все товарищи. Вы знаете, вот потребка операции – это вообще отдельная тема, даже налоговая не знает, что с ней делать, потому что закон существует, а как бы вот, а вас никто проверить не может. Да, да, конечно, удобно. Ну, понимаете, да, но как бы, но это причет за собой определенные, как бы, следующие шаги, да, то есть вам нужен юрист, который в этом разбирается, вам нужен бухгалтер, который знает, как отбиваться, да, от всех вопросов, потому что налоговая тоже не знает, понимаете, они сейчас реально, как я говорю на всех своих выступлениях и вебинарах, налоговая стала крупнейшей IT-компанией в мире, наша налоговая инспекция, поэтому там вы работаете уже не с налоговыми инспекторами, а с алгоритмами, которые рейтингуют вашу компанию как надежного или ненадежного налогоплательщика, поэтому здесь на самом деле, я говорю, нужно очень аккуратно, очень быть последовательным, очень взвешенно, как бы всю свою, оценить всю свою деятельность, на самом деле, какие сейчас у вас есть риски, которые вы несете на текущий момент, соответственно, их рейтинговать, эти риски, и дальше, соответственно, выстраивать вашу стратегию, вот, поэтому, и дружить с программистами из налоговой, всего-всего. Ну, это, дружите с нами, с консультантами, с налоговыми консультантами, с моей компанией, дружите, мы уверены, что мы вам поможем. Спасибо большое, Лариса, очень интересное сегодня было, мы в Ютубе обязательно ссылочку выложим на следующей неделе и поделимся. Спасибо, всего хорошего. Хорошо, вам спасибо, всего хорошего, до свидания.